Господи, хвала Тебе! Благодарение, честь и поклонение для насущей Троицы, Отцу и Сыне и Святому Духу, ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Газетку можно убрать? Это мне не годится, мне нужно, чтобы вот я был. А, друзья, чтобы громче было? Да, да, да. Знаете, чтобы ошибки не было, Сергей Павлович, и дай сюда рядом. Переводчик просто берет. Я буду громко говорить, чтобы вы слышали. Мне не в громкости. Дело в том, что у меня определение шепотная речь. Вот ты говоришь, каждое слово понимая. Я очень постараюсь, чтобы вы слышали. Не то, что он просто язычный, просто что-то такое. Просто как переводчик будет, если что, дублировать рядом. Сейчас, Сергей, сядь. Пускай рядом будет. Брат, там твоя помощь нужна. Руки вытрет. А переводчик будет вам просто на руку переводить. Если я переспрошу, я подумал, что он будет рядом сидеть со мной. Просто вы диалог с ним, а если что, вам наука скажет, что он на него выдует. Хорошо? То есть, чтобы вы на него смотрели. Я не каждый раз буду спрашивать. Я не каждый раз буду спрашивать. Сидит рядом. Скучно, да, сидит. Сидит монопед. Я думаю, что вы с ним общаетесь. Не забудьте про этого. Про дырку вас просить потом. Хорошо. Не забудь. Так. Так, вы подчеркните сразу, что с программой я не ознакомлен. И без проблем там отвечаю. Абсолютно без подготовки. Да, мы это обязательно отметим. Ну да, потому что я же буду говорить без книги, без всего. Так-то бы заранее указал местописание, откуда, чего беру. Ну да, просто лучше надо. Вы, нужно микрофон поставить, или вы? Да я вот думаю, как. А мне нужно, я могу убрать и сеть? Да, да, я выбираю. Так, сюда пошли. Можно выгоду положить на стол? Да, вон они Это не библи, а библи Лучше красными Красными? Красными пятна Тогда ее надо перевернуть Сергей, переверни новозавет вот так Чтобы буквы были, нормально лежали Не, не, не так Не так понял Знаю, что буквы были Читаемые Вон там полы размыты все равно Для композиции Потому что там баланс белый Как он Баланс белый Как-то, чтобы вы сначала назвали Кто, откуда, какой Фильм У вас продолжительность фильма Должна быть вмещаться в 45 минут, как я понимаю Да, где-то Пусть и два фильма ставить Первая и вторая серии У тебя знают документальные фильмы, как ставятся Включаю Искусство документалистов уметь вырезать Да, мы все сделаем красиво и лаконично Раз Раз Поговорите Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно и во веки веков Аминь Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе Боже По старой блящински, два раза Аллилуйя Я снимаю Сегодня 29 сентября Мы у Игнатия Тихновича, Владимира Югудаева, Матвей Кипнис И снимаем интервью для документального фильма Для меня это не является неожиданностью Потому что заранее с вами переговорили Мы вас ожидали Настаивали, прямо настаивали, чтобы приехали пораньше Когда здесь отец Аким Когда у нас были гости Но вы никак не могли У вас там свои дела были Мне это хотелось, чтобы вы с людьми поговорили А тут еще и говорящая голова Ну все, я готов к этому Мы помолились, попросили благословения Поэтому я вел занятия в 18 лет только в одном университете У меня тысячи вопросов Которые опубликованы 4124 Поэтому Без подготовки Сразу Любой Ну, если, конечно Можно ответить на него открыто Потому что иногда вопросы Такого Лишь бы дать понять А глубину я не могу говорить Что-то там личное про кого-то Все, пожалуйста Расскажите, пожалуйста, о вашей семье А что? О вашей семье Расскажите, пожалуйста А в вашей семье? А в вашей семье? В семье Что сказать о семье? Родился я в 1939 году 10 июня В субботу Это я знаю Родился в поселок Карповский Теменск В районе Алтайского края Потом оттуда наши выехали сюда Отец Тихон Дмитриевич Фронтовик Вернулся с фронта С одной рукой Левой рукой под плечо почти В маленькой культе Дальше Ребятишек было 10 5 мальчиков 5 девочек Мы привыкли Жить в бедности Мы подчеркиваем всегда Мы ни разу от родителей Не слыхали ропота Недовольства властью В времена были другие Боялись И потом про себя Все равно не говорили А считали как это Как данность какая-то Мы даже любили бедные Но все были здоровы Я дома родного ребенка не было Здесь в Потеряевке Окончились 4 класса Учеба давалась легко Я любил учиться Поэтому У меня тогда Периодически было С ослаблением слуха Неделю нету Там нормально Потом в Варьбе Подводный флот Там 100% должно быть И вдруг у меня обнаружил Шрам На перепонке Полупьяный Который Призаняков осматривал А где мы так попали Что было Ну все нормально Отслужил Вернулся Поступил в морское Морехводное училище Работал на Балтике Нашей станции Как сказать Пристани был В Венспилс И я Любил старушек Они всегда были где-то забитые Под окнами сидели Там просили В городе я видел И вот Я учился в строительных техниках Это как Уже в биографии Семья такая Меня отправили Три рубля дали Два тридцать Я на билеты Стратил А остальные Семьдесят копеек Я должен был устроиться Сдать экзамены И жить Нет ни рубля Нет ни деревни Где-то Сразу я стал искать В городе Где кому помочь Что-то сделать Бегу на вокзал Кому-то чемодан подвезти Вот так вот И это я всегда считал Это нормально Данность такая Мой отец бедный Я бедный Это приучило меня Жить В напряженной Жизни Рот не раздевать Чтобы Было так В городе Зарезали в карман Я его схватил А пошел в будильник Покупать Я ему сказал Кто-либо Руки От меня проще Вот семья Вот говорят А кем вы хотели быть Это другой вопрос Если зададите Ну Когда-то было В шестьдесят седьмом Наверное году Одиннадцатый сентября У меня было Венчание Шарик Надежды Васильевны Вот Для чего я сделал это Для того что Когда меня посадят Я узнал допуск Имеет жена Практически Никого больше не будет Ну мать там Брат Я Я Как раз в корыстях Можно сказать Намерениях Это Ну и дальше Понравилось то что Она когда в школе была Ее Выгнали за то что Она детям преподавала Слово Божие Советское время было Для меня это Очень близко было Я увидел что Тут сокровища Ну и все Больше Работы не брали интервью Благодарение Богу У нас в семье Пять сестер было Фактически все Уверовали Мать приняла Священство В соробряществе Умерла Причастившись Исповедовавшись Перед Новосибирским Священником Думаном Остом Николой Ну вот и все Вот эта среда Домашняя бедность И Отец обладал У меня просто Феноменальной памятью Попутно сказать Я написал в этом Комсомольскую правду Пескову Василию Он говорит мы это Обязательно возьмем Было допустим У него в Атаре Овечек пас 1200 овец И он их знал Как говорили Сорбаться не на память А на память Когда она выходила замуж Покрылась И когда ягненок Родится Одна всех Когда они спросят Он все это знал Может я Что-то от отца у наследовал Но я Сам над собой трудился И поэтому Вот в 82-й год мне Я свободно оперирую Священным писанием Святыми отцами Канонами церкви Житиями святых И мировой поэзией Это 500 поэтов За 300 лет Вот Вот моя семья И кем я вырос Ну я не говорю о том Что меня два раза Сажали Если потребуется Я отвечу Как и что С чего началась Ваша встреча С чего началась Ваша встреча С Богом Вот Как сказать Просто Бога узнать Я знал Ну как я думаю С двух лет Два с половиной года А как узнать Тяга к молитве Ни у кого своих Я больше этого не видел Мне куда-то послали Я обязательно помолюсь Отцу нести обед На поле Я прислушиваюсь Вплоть до того Как растения Соки свои Несут кверху Ружьё было С детства С ружьём Ни одной утки не убил Да ползут прям рядом И дальше Рот разину И смотрю на них Куда что как Я любил очень птиц Орнитология Это моя стихия была Ну и Бог есть Есть ад Есть рай И попасть в ад Не надо в пионер Вступать Не надо В комсомол не надо Воровать Блудить Мать всё это рассказала Больше ничего не знал И Благодарение Богу В этом страхе Божьем Я вернулся из армии 23 года 62 год Я уже на Балтике И меня на этом Господь им поймал Любил старушек Несла Я сошёл на берег Ну Свободный день был Корабль на ряде стоял Вот И В кино сходить И бабушке Несу сумки И спросила где молятся И она указала Вот тут люди собираются Но я не знаю кто Я зашёл А в это время Я по латышски разговаривал Они на латышском языке ведут Это латыши Латвия Латвия И Мужчина один подошёл ко мне И говорит А вы кто будете Я ему отвечаю А потом задаю вопрос Он говорит А почему непонятно Он говорит Как Вы же по латышски отвечаете Знаете Я говорю Я слова эти не знаю А он там блаженный Там я их никогда не слыхал Даже по-русски то Он говорит А вот в дверь зайдёте Прямо попадёте Небольшой приход Как назвать Баптисты Соединённые с пятидесятниками И с евангельскими христианами Это три течения Власть слепила тогда В месяц В сорок пятом году И у них по-русски Я зашёл Я и по-русски не понимаю У них на полоте Как на простыне Блаженство все Что у нас на стене Он есть Пятая глава Матфея Там Два одиннадцатого стиха И когда выходил Ко мне подошёл Один человек Еремеев Михаил Александрович И приносил к себе Ну и дальше Я у них дома был Конечно На стороже А не какие-то казались Щернявы Нески ростом Оба с женой там А я смотрел в фильме Тучи над Борском Как жертву баптиста Людей приносят Я первым делом посмотрел табуреткой Я какахну в окно И выскочу все равно А они мне дали Новый Завет В другой комнате Сами сели обедать И когда я просчитал первые главы Я понял Мой час Я везде по буквам собирал По словам О Боге И склонились на колени Он зашёл Михаил Александрович Спрашивает Ну как книга Я говорю Книжка хорошая Он говорит Не книжка Это Слово Божие Я эти слова не слыхал Библию в глаза не видал Ни Евангелие не держал Никак Вы верите в это? Да А я в это время Занимался на семи языках Самостоятельно С англичанами беседовал По-немецки даже Потом в собрании Говорил проходит И И он открыл вторую главу Деяния апостолов И апостолов Заговорили на иных языках На иных Ты в это веришь? Они меня сразу К пятьдесятикам подтягивают Я говорю Как? Сразу? Ну я за четыре месяца Изучал язык Самостоятельно Я говорю Нет Значит не веришь Он берёт Вырывает Нет не надо А другой другой не верит Одни корочки остаются То есть меня Бог поймал На бабушках И на занятия языками У Бога вымерено это Я кого после спрашивал Какие были стихи Золотые Которые тебя привлекли Никто не назвал Вторую главу деяния апостолов Для меня она была приготовлена Ну и дальше Они говорят Давайте молиться Можете молиться? Ну как молиться? Достойно Есть всякого истину Богородица Дева радуйся А они по-своему Но они не молятся Ждут как я А там когда День пятьдесят Движение ветра было А я кланяюсь Ветер от меня Думают Ну Дух Святой сошёл Они мне говорят Ну и когда встал на колени Они говорят Ну своими словами Попросите же Как своими словами Я не знал Я никогда Я просто Благодарил Радовался Молитвы Я православный А в корне Ну свои то просьбы есть Я понял Надо просить веры У меня веры то нет в эту книгу Я сказал Господи У меня нет веры В то что я считал Дай мне это И мне показалось Будто бы Никому ничего я не слышал Будто бы По углам ударило Верю 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 Вот так пошло Где-то Я когда встал с колен Я как будто шатнулся Даже когда Где-то Долго идёшь С таким рюкзаком С большим В горах особенно С ним вот когда С меня всё спалилось Я на себя смотрю Тот который склонился И тут ну На молитве Тобой или минут 20 15 Это другой человек И уже вечером Я всему кораблю Караван кораблей Узнали Я сошёл с ума Сразу же это А учусь В это время я уже В заочном училище 14 Конкурс Прошёл Добиваюсь С 3 года сдать 3 курса за год По выбору комиссии На одном из трёх Иностранных языков И Господь показал Ничего тебе этого не надо И дальше Полоса гонений Всё остальное И вот меня Вынесло на волне Перестройку У меня мнение такое Что больше Чем мне Никому не было дано В это золотое время Свобода Невиданная Невиданная Ни в государстве Никаком Нигде В России была Одновременно Занятия 5 университетов 13 школ 13 школ 5 отделов милиции Городское УВД Краевое УВД Все воинские части Заводы и паблики Я буквально дома не бываю Заключения В тюрьмах В лагерях Ну просто не выскажешь Сколько было Ну и вот Люди прибывали Стали обращаться Потом создали общину А уже В 1991 году Отец с таким Приехал в деревню Потеряевку Ну тут я приезжаю Проповедую А как интернет Уже появился Тут у меня Развелось Канал И все остальное Расскажите пожалуйста Как вы попали в заключение Почему Ну почему Не молчал Как следователь говорит Моя мама верила Никто и не арестовывал Вообще не хватает Дело в том что Я никогда не рассчитывал А что за это будет Я знал надо Надо значит надо Хотя бы грозила там Большая опасность Вплоть до смерти И люди это понимали Говорили Вы все ищите смерти Когда в Чечню поехали Там головы режут А молодых значит С собой берете И вот здесь Я издал Первой стороне Насчитал Архипелаг ГУЛАГ Александра Исаевича Солженицына И распространил И дальше Я работал На теме Масонство Что сейчас идет Коронавирус И все это С чем закончится Этот мир Я 14 лет отдал Этой теме Всю Литературу Все что известно Было до революции Что написано В Советском Союзе В зарубежную Ну и современность И все это М1М5 Называлось О масонстве Ну и 136 часов Звучали Прямо со студии Иоанна Николаевича Пести Павла Иосифовича Рогозина Кто же это Существующая Загробная жизнь Совокупность Совершенства Эти книги Я насчитал Потому что На машинке печатать Это трудно Да и экземпляр А это проще Создал ТОМ-студию При заработке Сторожем 72 рубля Я купил магнитопон Он Бог дал мне одного Очень умного Человека По технике Речкурок Леонид Ильич Как Брежнев его звать И вот Он мне это сделал А я делал Пещи в это время Выработка всегда была 280-300 процентов Две пещи за день Деньги были По тем временам Большие И 72 Один 320 Маяк 205 Я 12 Магнитопону покупаю 50 головок Чтобы менять Чтобы чисто было И дальше От одного Нажатия Все включаются На скорости 19,3 А прослушать Значит 4,7 На одной дорожке То есть Ой, ой Один Экземпль Я насчитал К этому времени Библию 12 томов Златоуса 12 томов Жития святых 5 томов Добротолюбия Четыреклини Григория Дичерпель 150 томов И теперь у меня Готовый материал Раскручиваю только Ну и люди Стали помогать Доставать пленки Из разных республик Привозили Я все оплачивал И в это время Я распространяю Архипелаг ГУЛАГ Стихотворение О Ленине Там Один куплет Такой Стоит свой рот Ощерев По мету птиц Поставим Голый череп Водчат Атеистов Сонмище Иуд Писма все Перехватили Переблюстрация работала Будет здоров Ну и Дальше все Остали обыск Нашли Нашли 5 экземпляров У меня было Архипелагулах Игнатий Тихонович Это же для распространения Статья для распространения Ну еще могу сказать Один экземпляр Да Я мог слушать Ну а дальше Мужченики 20 века Я жития святых насчитывал 19 столетий А 20 век Прямо сам просится А это Кого расстреляли Ну то Начинаю Патриарха Тихона Гонения Это все Мне поставить в вину Но в это время Господь делает так Я должен сказать Однажды я встал Я редко сны рассказываю А Надежде говорю Я видел сон такой интересный Два мужчины к нам приходят И один из них уйдет А другой останется здесь Но Мы стоим под большим навесом В скале То есть очень опасно Ну я говорю Она в это время Две стучат И два мужчины вот такие Как вы молодцы Заходят Один из них Это Яков Геннадий Михайлович В дальнейшем Я монах Григорий Который там Называющий себя Кришнаитом Убил Отрезал голову Обошел вокруг Престола И голову на престол И я искал Голос я воображал Как надо считать У меня воображение Очень развито Я в театр Обращался На Сибирскую область Он заговорил Я понял Голос тот Как и у Левитана Искали его Каким путем его нашли У него не такой голос Но именно Он историк Дворюный племянник Главного идеолога СССР Суслова Михаила Андреевича Ну и ясно дело Загремел я Взяли меня Продержали Сколько то Выпустили Потом У нас же Олимпиада Москва кончилась На Олимпиаду прятали А уже в 86 Дело Закончилось Судом Приговором И лагерем Меня Было за что брать Мама сидела Где передачки И женщины все друг другу Рассказывают Ни за что взяли Бабоньки Как вам тяжело Ваши сыновей За что А моё то за что Да он ещё осознался И осознался Он Дело открытое Это я его благосклонила На это Ну вот и есть сказ Я пошёл Добровольно на это Потому что В тюрьме Люди К офицерам не проникнешь А у меня открылась дверь Я веду занятия С офицерским составом Теперь Свидетельствую В отделах милиции В лагере Как говорят сегодня Не сотни Может больше людей Обратились Стали на истинный путь Я нужен был там Ну и Бог смирял Но счастье появилось Стипатизирующее За меня За меня Ходотастили в ООН Другие страны Но письма не отдавали Прочитаю Все в сейфе Замполита были Ну вот как Меня взяли И выпустили А потом уже Издал я эти книги 38 томов В бумажном варианте И 7 томов В электронной версии Из них 4 тома моих стихов Каждый том 800 страниц В каждом томе 36 строчек И эпиграф из Библии Вот так Вас Расскажите Как проходило Собственно Как Вы сидели Как Все вот У меня вышла книга Называется Для слова Божия нет уз Она в электронной версии есть У меня канал называется Во свете Библии А Выйти на меня По скайпу надо Игнатий Латвин По русски зарядить И я скину мой сайт Сайт Не скайп А сайт Сайт называется Во свете Библии И там Все это есть Это книга Как был суд Что говорил Кто выступал В этой книге Все Меня даже упрекали Свои Зачем это Что подумают о нас Ну кто-то говорил Не так как надо У меня все Потому что я Реабилитирован Пропали заключенный Со всеми льготами Ну какие льготы Зубы выбери Могут ставить Бесплатно теперь Ну какое дело Ну а говорить о том Кому это полезно Нет Это Бог разберется Поэтому в этой книге Для слова Божия нет Ус Она у меня на сайте Да и в интернете Если загляните Через гугл Для слова Божия нет Ус Игнатий Латвин И книга сразу выйдет Ее как бы Пишут два священника Один из них Доктор богословия Балашов Отец Николай Москвич По внешним церковным Сношениям Патриархии А другой Иеромонах Ну он Нам принадлежал Зарубежной церкви Потом он ушел И там описано Я не буду повторять Это все До одного Почему Потому что я Полицепреченный А закон гласит Так Если я реагируем И требую Показать Мои дела Дело Четыре тома Они должны дать И они мне их дали Сразу видимо Студент юридического факультета Сидит рядом Что у меня ничего не вырвал Правда я вам на то время сказал Я верующий Я ничего не возьму Иди гуляй где хочешь Он ушел Я один досидел И выписывал все Что обо мне говорили хорошее Что плохое Не упуская ничего Если в интернете Сейчас гадость не говорят Я блокирую черный список А там я взял все А почему Я очень уважаю моих слушателей Моих зрителей Вот поэтому Подробно Как на это ответить Когда там Сколько выступало людей Как Вот судят Когда Ну обычно Привезу сразу Ну маленький приговор Меня специально везут в отдельном стакане Стаканчик Это такая маленькая В ЗЭКе Ну Машины когда везут где-то Не со всеми Теперь Когда там Их в одну Сунут за решетку Для меня отдельно И все время напротив меня стоит Военный Смотрит В зал суда Меня заводили Когда 12 краснопогодников Пустили молву Что я имею радиостанцию Там в 68-й школе В подвале Связан с японской разведкой Почему с японской Понять не могу Ну и Ну все остальное Отсюда уже шло Ну а суд то закрытый Ну кто то подошел Охранник В двери то не запускает Там я еще В зал суда Народу то собралось Много В зал Утянут военные Не протянешь Ну отовсюду слетелись люди И почему закрытый то суд то А охранник Возьми и сказал Это когда малолеток бывает Это насилует И закрытый суд Он не знал Что политический процесс Тоже закрытый Ну а жена узнала И она подняла Гвал пошла Который судит Вы какую ему статью то шьете то Ну и Она нет Я нет Она извинились Этого охранника Он собственно не утверждал А сказал Почему закрытые суды Но на суд я готовился Говорит не думайте что отмещать Я думал Потому что я отвечал за дело Не просто меня обвиняли христианин и христианин Я составил тетради У меня 32 были свидетели Которые признаны были свидетелями Отдельно я всю жулся Решетки такой не было Вот Такой вот примерно На таком уровне Где это клетко я сижу перед народом Ну и суд шел Выходит один священник Особенно запомнился И он против меня показания давал Игнатий Лапкин Он нарушает наши лояльные отношения Советской властью Он ждет Христа Спасителя с запада Откуда Подумал с запада И когда мне дали слово К этому Который Свидетель есть Я говорю есть Отец Михаил Я его жду Силы и славы Грядущие на облаках Вас ввели в заблуждение Или вы умышлено лжете Поэтому Я прошу вас прощения Священ обидел Да Бог просит И он шагнул Из этой девушки Продолжение следует...